всем привет друзья мои рад вас и приветствуйте себя на канале приятного аппетита если кто-то кушает и смотрит это видео ну что поехали очередная распаковка телефон из китая новинка на рынке защищенных смартфонов ну давно у меня не было защищенных так сказать бронекирпичиков ну и вот как говорится зарекался я юмидиджи не брать и взял мы посмотрим сейчас изменится ли отношение у меня к этой компании или она останется на прежнем уровне так напаковали тут ухухух юмидиджи смартфон что у нас здесь юмидиджи bizon x10 helio p60 но откровенно сказать прям не самый последний процессор который можно было найти но с другой стороны сами понимаете что владельцы таких смартфонов им производительность в принципе нахрен не нужна им грубо говоря не настройки на заводе не не уронить кстати не разбить дисплей желательно бы и не утопить смартфон какой-нибудь цементе там или еще где-нибудь android 11 4 гигабайта встроенной памяти 64 гига для записи 2 nano sim карты и карта памяти 6150 аккумулятор 653 720 на 1600 ну конечно не фу но в принципе неплохо но и тут 20 мегапиксельный камер там валом короче все по традиции много камер только программисты скорее всего не смогли никоим образом заставить их работать в нормальном виде так какие-то противо вандальные наклейки хер снимешь и так шпонг сам смартфон уютным этим убить можно реально тяжелый падла вот эти части из металла ну здесь такой прорезиненный пластик не знаю как это назвать такой прорезиненный пластик ну внешний вид конечно брутальный максимально ну да вот этих кирпичей это и самая фишка номер один это брутальный внешний вид так инструкция по эксплуатации она же мурзилка и чего-то только нету а кроме русского языка но он тут и нахер не нужен да нету русского ему же он ну и ладно нахер он не нужен там зарядка ух-ух-ух мощничная зарядка 5 вольт 2 ампера 6150 конечно с этой зарядкой заряжать мы будем до второго пришествия христа тайп-си кабель красного цвета но это опять таки традиционно диме диджи это закос под ван класс называется так ну что давайте лишнее срывать от детка я у тебя первый ну и что и сзади тоже как говорится 1 в парадной 2 давайте ладно и сзади тоже снимем да и можно как-то это снять пленочкой меня это бесит диким образом с таким звуком конечно ух-ёб а это что микрофон 1 что это за троеточие микрофон 2 дием барометр все узнать товарищ начальник ладно будем разбираться давайте включать сию бандуру работает так бизон у нас тут надпись дисплей обычный IPS так вот это что у нас такое ну ну не знаю защита вот честно там написано ip69 какие-то военные стандарты но откровенно сказать здесь обычный лоток для симок чуть-чуть прорезиненная херня что-то честно сказать мне не очень в это верится по моему это по традиции много красивых букв за которыми ничего не стоит давайте нажмем на паузу и настроим этот телефон телефон у нас прогрузился ну в моменте загрузки выяснилось что у него вай фай всего одна диапазонный то есть он на 5 гигагерц роутер не видит только 2 и 4 так вот это мне конечно вот это скоростной до анимация но это конечно могут после 120 герц блин ну вот за десятку смартфоны вы господа и вот блин вот не хочется ругаться знаете есть такая поговорка зарекалась свинья говно не есть но вот не смогла вы делаете дорогие телефоны вы там за них хотите по 10 там по 15 тысяч рублей вы перевод хотя бы сделайте полный что это за хероборин зачем мне вот ну я простой работяга который знает русский русский матерный больше ничего какой английский язык куда вы мне вот это вот ну ладно advanced setting тут у вас все есть там у вас ничего нету android auto use app on your car screen my wish is bad is bad и огурчений что тебе еще надо я уже посмотрел все у иди как тебя ну все bluetooth есть все что еще нужно трансляции что что я должен еще сделать чтобы ты значок убрать тут у нас ну традиционно для юми такое достаточно простенькая шнурка bluetooth фонарик давайте сразу фонарика начнем ну фонарик такой хрен знает дороге яркий я бы сказал бы можно подсветить я думаю режим помета давай выключим нахер настройки полезли настройки мне надо выключить каким-то образом это пиканье гребаные так звук дополнительные звуки нажатия во все улучшение звука хорошо поехали умный ключ один щелчок открытая подводная камера открыть сос начать запись никто короче это назначать на вот эти кнопки можно и различные функции дополнительный скриншот фонарик можно на кнопочку нажать но удобно либо же какое-то приложение запускать тоже на эту кнопку поставить и соответственно на с левой стороны и с правой стороны кстати сказать об органах управления встроенный у нас сканер отпечатка пальцев прям в кнопку питания плюс-минус качельки громкости давайте заодно наверное мы сейчас проверим что у нас со скоростью разблокировки ну вроде но анимация не торопится так то он относительно быстрый и плюс на эти кнопочки можно одинарное там двойное нажатие долгое нажатие зело тулбокс что такое зело умный помощник навигация с помощью жестов давайте наверно с помощью жестов да как это скорая помощь сос редактирование аварийного спасения экстренные контакты ну хрена узнает может быть каким-то престарелым людям можно сюда вбить какие-нибудь контакты чтобы человек престарелый нажал кнопочку и соответственно этот контакт позвонил не заморачиваясь там сто пятьсот нажатий ну неплохо задумка хорошая только только вот не забудьте все работает светодиодные фонари светодиодные фонари на 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 вот так надо было написать это понятнее было а это что 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 не включает что выключает ну нет слов у меня понимаете как бы я привык что деньги по плачу за какие-то я готов отдать там 10-15 тысяч рублей но я готов отдать за то что эти будет 15 тысяч оправдывать ладно хрен с ним с рамками тут это не рамки это реально как окунные рамы они огромные со всех сторон вырез огромный но это у всех таких кирпичей него одинаково по факту как бы алиофобка присутствует чего вот допустим в том же рилме нарза или там рилме 8 а там как говорится от определенного органа уши вместо алиофобки разрешение показывать пароли фейс-контроль ну какой фейс-контроль ребята ну это разблокировка по лицу я не знаю но фейс-контроль это у нас на входе в клубе наверное есть ладно дура спит вот спит она и ладно это дура что ее в телефон суете нигде уже этого говна нет но вот есть в третьем эшелоне эти разные дура спиды и прочее о телефоне давайте посмотрим какое-то обновление есть хотя откуда там там обновляться будет этот телефон только если я не знаю там реально день китайский рак на горе по-русски свистнет причем день на горе там не на тяньшань или где они там шаолин этот марка юми диджей модель rp01 запустить память что запустить память куда запустить ее запускатели памяти идиот обрыганные версия android 11 ну ладно 11 и номер сборки давайте мы наверное и разработчиком потихо феи станем вдруг есть кто не знал пусть будет это понятно вот это что такой ящик до тест на шум фонарик духовный а вот это интересно духовный что духовный куда дэвид духовный что дух духовный урод или что урок или что 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 за духовный урод висячие карти когда висячие это уже все это пора таблетки пить я не знаю они картины вешать тут уже все лупа медведь схватил со стула лупу и стал рассматривать наручку там сами подберете ну что у тебя лупа это просто вот лупа цифровое приближение делайте лупа макросъемка конечно божественная ну лупа есть тел есть да давление на вы на вы куда на вы а на высоте сто сто шестьдесят метров куда сто шестьдесят метров 83 метра 127 я куда плыву сейчас что мы я сижу сейчас дома куда мы плывем по каким волнам мы скачем или а это уровень моря он меняется наверное и вот это относительно уровня моря то есть море волнуется а это на месте стою тест на шум но это а у юми диджи вроде работает лучше уходи как можно старым скорее нарушены нервные клетки шумная рабочая среда ребят я сейчас говорю мне надо молоко за вредность платить я сейчас разговариваю в шумной рабочей среде вот обычный домашний разговор обычный абсолютно обычный домашний разговор я сейчас реально тихо разговариваю абсолютно тихо мы сейчас шумную рабочую выход на калибруйте эту хероборину так зелло вот это я боюсь нажимать. Что мы сейчас вызовем? Какого демона китайского? Быстрее текста. А, переводчик, скорее всего. Не, ребят, я на это пойти не могу. Скорее всего, это переводчик. Кому надо загуглить. Либо я реально там в комментариях напишу, что это за хероборина такая. Мне неохота тут регаться. Ну что, давайте сейчас момент истины. Что мы, наверное, камеру проверим? 20-ти мегапихельную. Мать-кинь божья. О! Вот это фокусировка. Там вручную китайцы, наверное, эти линзы крутишь, чтобы они... Вот это что такое? Beauty Portrait Extra. И вот от телефона к телефону у юной диджи одно и то же. Вот это что это? Смарт-фото. Вы до конца перевести можете, а? Уроды вы, обоссанные, обрыганные по жизни. Нахера вы это делаете? Вы же телефоны выпускаете на международный рынок. Вы же там серьезная компания. К вам, не знаю, там на кобыле не подъедешь. А вы тут people, flower. Ну, хавы people и people. Ладно. Вы уж извините меня за бомбежку. Я не могу. У меня просто, ну, калик, когда вот такие вещи происходят. Экстра. Что экстра? Экстра, я сказал. Night Panorama Pro. Ну, Night, ладно, понятно. Ночной режим. Панорама. А вот это вот миллиард миллиард камер. Раз, два, три. А, это для красоты? Или что это? Это барометр, херометр. Так, где наша наклеечка? Сверин. Так, 20 мегапихелей это вот это вот. 8 мегапихелей это что? И 5 мегапихелей это макро. А, это просто обманка, да? Ну, это обманка. Короче, как обычно. Камер дохера. А что с ними делать с этими камерами? Пока непонятно. Не, ну, давай, китайец, крути свой аппарат. О! Beauty. Да, тут, конечно, beauty пригодится. Давайте мы вот этого бойца, наверное, посадим на борщ. Будем посмотреть, что, чтобы брат сделать в хорошую позу для съемки. Ну, ну, макро. О! Включились макро какой-то. Ну, давайте макро попробуем. Дальше без макро. А, это двукратное типа приближения у нас тут. Давайте хотя бы на однократное попробуем сфоткать. Раз. И на двукратной два. Ну, я боюсь представить, что тут видео будет. Так, настройки. Настройки, я сказал. Сетка линии. Микрофон. Качество. Ну, Full HD. Судя по всему, Full HD 30 кадров. Ладно. Портретный режим. Портретный. Ох, ох, ох. Все тут надписи. Все понятно у вас переведено. Э. Давай. Так, друг, прости. Это потретный был режим, да? А шо ж ты тут размыл-то? Ничего. Ну, да куда ты ее да, в не ту сторону листаю. Так, это двукратное приближение. Ну, что могу сказать? Как для защищенного телефона, в принципе, фотографируют и мое почтение на этом. Какой-то текст там можно сфоткать где-то какие-то там показать, не знаю, заказчику или там, не знаю, прорабу какие-нибудь там вещи сфотографировать, какой-нибудь там текст сфотографировать. Кстати, о птичках. Давайте текст сфоткаем. что, уколи пошла такая пьянка. Давайте картинку включим. Картинка. Сейчас он сфокусируется. Точнее, я это сделаю из-за него. Так. Ну, что ж, давайте посмотреть. Не, ну, текст, в принципе, достаточно неплохо, читабельный текст. Ничего такого сверх критичного я здесь не вижу. Тут что-то все не в фокусе. Куда ты там фокусировался? Во что ты там фокусировался? Хер, тебя не знают. Так, ну, ладно, фото есть и есть. Интересные вам какие-нибудь тесты тут. Я думаю, там вот это все тестирование, там вот все это синтетические тесты и Antutu это вот не для них. Ну, единственное, конечно, должен он работать достаточно приличное количество времени, потому что 6000 аккумулятор, несмотря на древний проц AP60 это процессор, я не помню, какого он, года два, наверное, назад вышел. Откуда ты? это Google лента. Года два назад он вышел, да, скорее всего, там будет техпроцесс обнять и плакать. Ну, давайте, сейчас мы что сделаем? Сейчас мы нажмем на паузу и пойдем его потопим немножко. Ну, и поглядим, что там все это дело у нас пережило затопление или не пережило. паузу 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 откроем лоток для сим-карт и глянем что там воды здесь нет но опять же я и не глубоко его-то погружал поэтому именно в IP69 я не верю однозначно теперь что, давайте посмотрим что у нас здесь со звуком как правильно носить кем? если у тебя часто возникают проблемы с ушами их видно, то это видео именно для тебя первый способ вы это тоже слышите, да? ну, звук прям совсем говном нельзя назвать но и нормальным этот звук тоже не назовешь потому что, во-первых, там реклама была из тиктока там дура какая-то показывала как кепку правильно на голове носить вот там прям чувствовалось что он на высоких частотах звенит во время ее там рассказа про эту кепку и уши не знаю это не слышно на музыке но слышно на словах вот сейчас я выключил усиление звука вы какую-нибудь разницу услышите давайте сейчас мы его включим звук дополнительно улучшение звука вот так вот вот так вот обратно что-нибудь изменилось такое ощущение что телефон где-то лежит в чем-то завернутый такой какой-то прям издалека не, ну так-то, блин что-то даже работает тут как бы нареканий именно к самой работе аппарата у меня и особых нет то есть все пускай все там не супер плавно но все это дело работает в экране давайте что там можно у нас мира вижн можно режим стандарт режим яркий сделать что-нибудь поменялось а, не, поменялось что-то, да тоже я вот это вот всего я уже настолько это дело давно было что я уже не помню мира вижн я уже сто лет не видел ну что, осталось только звук в наушниках послушать и все, можно завязывать с обзором ну что, спустился специально достал свои проводные косы звук плоский такой, без объема высоких частот не хватает ну, такой, знаете ну, блин я вам не могу объяснить как вот на дешевейших китайских наушниках хотя косы у меня оригинальные там, ну, бодрые там, если, как говорится звук то звук такой что там уши разрываются заодно взвесил это чудище китайское 300 грамм веса ну, короче вот такой вот у нас сегодня обзор как сказать первые впечатления распаковка это даже не обзор а, что могу сказать ну, вот тем кого не смыслит они жизнь без таких аппаратов бронированных ну за 9000 можно с натяжечкой можно там за 9 за 8,5 больше 10 я бы за него уже не отдал хотя с другой стороны а что вы за 10 купите да и по факту это особо ничего улефон там какой-то серия армор там они тоже стоят ахуляр денег дуджи тоже там дохера они стоят ну, хер его знает сейчас это, по-моему из более-менее внятных это вот вот этот один бизон по-моему лифон солдерс по-моему я не знаю существует контора и ты бежишь загнулась нахер ну, вот 9000 да, за него цена нормальная больше 9 я бы за него не отдал так что чекайте ссылочку в описании на продавца он отправлял мне из России не знаю как сейчас там дело пойдет отправлял из России DPD достаточно резво я его получил буквально там прошло не знаю дня 3-4 там же будут ссылочки на все мои соцсети на группу ВКонтакте Инстаграм если есть возможность помочь каналу финансово там же ссылочки для этого в описании присутствуют ну, а мы наверное будем закругляться понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите в колокольчик жмите он там недаром ютубом придуман ну, а я пошел пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok